Добрый день, в эфире программа АДиалог, меня зовут Ким Андреев. АДиалог это общение с профессиональными людьми, экспертами своего дела, с теми, кто понимают, о чем говорят. На самые актуальные темы и волнующие говорим, но и знакомство также с новыми сферами жизни обязательно в процессе наших историй происходит с теми сферами, которые прямо или косвенно связаны с движением Абилимпикс. Прямо сейчас у нас в гостях президент Федерации футбола инвалидов России Георгий Луначарский. Георгий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте про футбол поговорим. Как это увлечение вообще в вашей жизни появилось? Я так понимаю, что достаточно уже в зрелом возрасте вы себя связали. Ну, вообще говоря, в футбол я начал играть, когда был еще совсем маленький мальчишки. 7-8 лет, наверное, уже на полянках, где-то играли на улице, во дворах, во дворе. Вот, это было в Казахстане, Кентау, Чинкент. Вот, и там я вырос, закончил там институт и в 68-м году в Москве. Ну, продолжал где-то работать с системой образования, а там спорт тоже требовали, чтобы занимались спортом ребятам, преподавателем, там, в самом деле, директором. Более того, как директор ездил в различные регионы страны с учащимися на сбор яблок, там, сельхозпродуктов, и там мы играли в футбол вместе с пацанами, с учениками. Это все было больше таким увлечением? Это было любительским увлечением. А потом, когда я был директором ПТУ среднего, то в качестве воспитательной работы мы проводили мероприятия с учащимися, приглашая на вечера известных мастеров, тренеров футбола. Такие как Федор Черенков, как, так сказать, приглашали из «Локомотива», из «Динамо», из «Спартака», Николая Петрович Старова. То есть реально звезды футбола, когда приходили в училище? Да, в училище приходили, на сцене сидели и говорили с ребятами нашим. Это 80-е годы, когда у нас расцветал фанатский футбол. И были негативные. Не всегда хорошие. Да, не всегда. Но были частично негативные. Разные люди были. И наши великие футболисты, футбольные работники, говорили, что мы дружим между собой. Мы только соперники на футбольном поле. А все остальное, это самое хорошее отношение, дружба. Это была наша воспитательная работа. И когда я уже через некоторое время ушел, то мне позвонил Николай Петрович Старостин и пригласил… Николай Петрович Старостин? Да, Николай Петрович Старостин. Легенда «Спартака»? Легенда. Создатель «Спартака». И пригласил создать новый клуб болельщиков, поскольку ему понравилась наша работа как воспитательная работа. Ну, я не сразу дал согласие, потому что для меня это было ново для меня. Но, в конце концов, я болел за «Спартак» и согласился. Естественно, и там он поставил передо мной вопрос Старостин. Да, вы должны возглавить клуб болельщиков «Спартака». А в чем заключался функционал-то ваш? Это как бы отдельная общественная организация, независимо от «Спартака». Мы не были членами «Спартака». Но мы должны были создать там сообщество болельщиков, да? Которое должно было помогать «Спартаку», а не приводить какие-то негативные мероприятия, которые были. Ну, знаете, да? Ну, какие-то фанатские, не самые лучшие. Более того, особенно здесь была важная, была трагедия, когда с «Харлемом» играл «Спартак» в 1982 году. И погибли 66 человек. Это «Лужники». В «Лужниках». Значит, когда я уже стал возглавлять клубы, то по моей инициативе, это в «Лужниках» там написано, и я как архитектор по образованию, мы создали памятник болельщика погибшего «Спартака» и поставили его. День в день, 20 октября, значит, 1992 года, а в 1982 году была трагедия. И по сей день этот памятник там стоит. И по сей день стоит, и несколько дней тому назад, 20 октября мы встречались со «Спартаковцами», и там, значит, проводили, так сказать, возложение венков, там разговоры. Я выступил как создатель этого и как бывший президент клуба. Слушайте, вы удивительный человек. Я просто болею за «Спартак», наверное, надо признаться, с 10 лет, и то, что вы видели и общались со Старостиным, который просто легенда клуба, для меня это просто до мурашек. Когда и в какой момент появилась вот особая группа людей, инвалидов, играющих в футбол? Это все от «Спартака»? Вот я как раз к этому хотел бы вернуться. Когда мне попросил Николай Петрович написать новый устав клуба болельщиков, то там была фраза такая. Каждый член клуба обязан играть в футбол или участвовать в работе какой-то футбольной команды. Клубной или там еще где-то. То есть ко мне подошли два, Лукашов, Игорь, и второй. Один без ноги, второй без руки. И сказали, а как мы, мы же не можем играть в футбол? Я машинально сказал им с улыбкой, я говорю, будете вы тоже играть в футбол? Как? Я просто знал о том, что в Ташкенте к этому времени была футбольная команда «Матанат», мужество в переводе на русский язык, которая была образована в Ташкенте из ампутантов. Я ему написал письмо, мне прислали правила, прислали все. И мы практически в Москве создали первую в стране команду ампутантов «Спартак Москва». Она зарегистрирована была 5 мая 1990 года. То есть 22 года назад? 30. 32. Простите. Я все еще… Да, в 1990 году, 5 мая была зарегистрирована. Вот Лукашев Игорь стал ее капитаном, потом он стал капитан сборной. А уже в 1991 году, в апреле, сейчас Советский Союз был, да, мы создали Межреспубликанскую ассоциацию футбола инвалидов, поскольку за это время по стране появились команды в Владикавказе, в Махачкале, в Ижевске, в Киеве были, так сказать, в Ташкенте, как я уже говорил, да, в Харькове, ну, и в Нижнем Тагиле, в Петербурге. Таким образом, появилось несколько команд, и мы 24 апреля 1991 года собрали конференцию первую учредительную на базе ЦСКА в Москве и создали, так сказать, и учредили такую ассоциацию. Вот с тех пор, вот я занимаюсь, так сказать, футболом среди, но там через нас прошли и ампутанты, все, кроме глухих. Глухие, они с 1918 года существуют. Отдельная у них федерация? Отдельная федерация глухих, да. Ну, это федерация спорта глухих, и у них отдельно. А через нас прошли отсередные, на те четыре еще дополнительно, это футбол слепых, тотально слепых и слабовидящих. Это отдельный вид футбола, это мини-футбол в основном. А как это происходит на площадке? Незрячий человек, как он играет в футбол? Сейчас они чемпионы Европы, наши футболисты, играют в футбол. Это паралимпийские спорты, кстати, незрячие. Я об этом долго говорить, поэтому у нас с вами нет времени, наверное, это все пояснять. Они играют. Чисто физически интересно, как это происходит. А вы можете в интернет войти, посмотреть. Хорошо, обязательно, да. Там, видимо, много интересов. Все зрители, которые, да, они могут в интернет войти, возглавляют это. Николай Николаевич Береговой, замечательный человек, приехал из Новосибирска, привез вот этот футбол из Новосибирска. Мы его приняли, и он сейчас с нами, мы дружим уже с 95-го года. Потом мы, значит, создали футбол слабовидящих, да, но этим полегче уже немножко, естественно, да. Вот, футбол ДЦП в 94-м году создали, и эта организация потом стала паралимпийским чемпионом в 2000-м году, чемпионом мира несколько раз. Вот, то есть, вообще говоря, наш футбол инвалид, российский, в числе лидеров. В первой пятерке практически везде. А, например, среди ампутантов мы оказались самые потитулованные. Это пятикратные чемпионы мира из-за 11 и 5 вторых мест, из-за 1-4. Так вот, вот за то, что четвертое место заняли… А прорвали, да? Да, просто с нарушением режима перед игрой. День рождения ночью отметили ребята. Казалось бы. Да, а игра за выход в полуфинал. Мы проиграли по пенальти. Из-за этого тех организаторов мы дискуссировали на два года. Строго как вы. Да, потому что мы считаем, что футбол, вообще любой вид спорта, если идешь защищать честь страны, ты забывай себя, забывай все, все клади, так сказать, чтобы победить. Вот вы говорите про уровень сборных команд, правильно я понимаю? Это мировые чемпионства. Да, это мировые чемпионства. А как у нас вообще с командами внутри страны? Какие регионы лидеры? Я вам назвал города. В каждом городе команда. Они сохранились? Они остались? Да, они сохранились. Потом мы проводили соревнования по пять, семь, восемь турниров в году. И этим самым мы нарабатывали. И на этих соревнованиях отбирали ребят в сборную команду. Я считаю, что, скажем, в «Спартак» была очень сильная команда была в Владикавказе. На самом деле там у нас по два, по три человека было, которые блистали на самом деле. В Ижевске были хорошие ребята. Могу назвать эти фамилии там. Кузнецов и Ижевский. Володя Секой вообще был на нескольких чемпионах в лучшем мире футболистом. Я даже не знаю, с кем сравнится из больших. Но сегодня, в настоящее время, самой сильной командой в стране уже четыре года подряд является команда «Ломанас» из Грозного. Да вы что? Да. Опекает эту команду сам Рамзан Кадыров. И эта команда, на самом деле, четырехкратный чемпион России. Главный тренер оттуда Руслан Герзишев. И там несколько человек, буквально 70% команды сборной из этой команды. Молодцы они просто на самом деле. Но в 2016 году была создана федерация футбола, ассоциация межрегионального футбола ампутантов. Отдельно. Отдельно. И они отошли в федерацию ПОДА. Давайте поясниму, что это… ПОДА – это федерация по заболеванию опорно-двигательной системы, в которых участвуют ампутанты, колясочники и ДЦП. Это вот эти категории с нарушением опорно-двигательной системы. Да. И она финансируется государством, как аккредитованная организация. А наша федерация футбола инвалидов не может быть аккредитована по той причине, что спорта, футбола, вообще инвалидов нет. Не существует такого понятия – футбол инвалидов. Есть футбол слепых. То есть проблема в том, что у вас слишком широкий профиль. Да. У нас всеобъемлющий футбол. И поэтому государственная организация нас не может аккредитовать. Ни в коем мы в системе. Таким образом, мы за 32 года практически работали со спонсорами. Была такая прекрасная организация «Маркон», в которой мы в 90-е годы практически жили с ее бюджетом. И проводили соревнования. Ну, потом находили одна, вторая. Там, как раз, привлекаем различных спонсоров, которые нам помогают. Вообще говоря, почему так происходит? Мы говорили, а вы, говорит, назовите свою организацию «Федерация ампутантов». Я говорю, тогда я не смогу с ДЦП работать. Тогда я не могу работать. И когда мы увидели, то мы увидели это раньше значительно, что у нас сегодня есть такое понятие хронические инфекционные заболевания. Этих заболеваний полтора десятка. А всего четыре занимаются спортом. Остальные – сахарный диабет, онкология, урология, почки, печень. То есть они формально могут, но нет условий? Они не имеют права играть без участия врачей. Не имеют права играть. Потому что побежит немножко, кровь поднимется у кого-то, сахар у кого-то поднимется и так далее. И мы решили создать систему спорта ХНИЗ. Начиная с футбола ХНИЗ. И для того, чтобы создать это новое совершенно… Вот у нас мы как бы все разновидности создали. По всем разновидностям имеются свои федерации. Здоровье пусть играет. Но мы все равно с ними участвуем. Проводили в январе, скажем, свидетели по их турниру свой, да? Наш турнир. В Махачкале мы сейчас провели турнир, значит, тоже и ампутантов, и ХНИЗ вместе. Весь 2021 год провели уже по ХНИЗ несколько, три турнира. Что такое футбол ХНИЗ? Это когда… То есть это с самого начала. Это создана система развития массового футбола на основе решений форумов России «Спортивная держава», Которая в наших городах проводится в течение последних двадцати лет. Каждый год Российский… Я на последних трех выступал. Я предлагал вот нашу новую систему эту, да? Но движение… Вы знаете, как это раскачивается? Это нужно время или какой-то драйвер, чтобы… Средства, ну, первое время, средства и так далее. И понимание для чего? Понимание для чего? Георгий Сергеевич, если позволите, хочется про идеологию вот у вас спросить. Вот как вы привлекаете, может быть, в том числе и спонсоров, благотворителей, и с какими вот лозунгами, заголовками обычно проходят соревнования? То есть вот как привлечь к этой деятельности неравнодушных? Ну, во-первых, у нас в первую очередь идет индивидуальная работа с людьми, которые заинтересованы этим заниматься. И наша идеология… То есть уже кусочек этой идеологии я вам рассказал по Аргентине, да? Когда человек выступает за свой клуб, за свой регион, за свой двор, за свою команду, он должен, так сказать… Его жизнь должна быть этим посвящена хотя бы в тот момент, когда он этим занимается. Когда он не занимается, пусть он читает, пусть он пишет стихи, музыкой занимается, на гитаре играет, да? Но когда он занимается футболом, вот конкретно, да, тренировками, соревнованиями, у него должен был один девиз – победить и быть порядочным, честным, справедливым. Вот эти вот три качества, которые должны быть неукоснительны у каждого футболиста. Вот это наша идеология. Да, и когда… Поэтому в наших соревнованиях ребята из спортивных команд, ну, они играют на себя, они так же, как говорили наши ведущиеся мастера, что на поле соперники, а в жизни друзья. Они друг друга могут ездить, переписаться. Вы знаете, у нас есть пять человек наших, ребят, инвалид-ампутантов, да, которые являются почетными гражданами своих городов. Тимур Алиев – пятикратный чемпион мира, так сказать, тот самый Жилин, Барнаул, тот Махачкала, Кузнецов, Витя, Ижевск – почетные граждане. А вот представьте себе, если бы они не играли, если бы они его потеряли, ну, сидели дома, да, кто бы их знал. А так мало того, что их знают, мало того, что они тискополят, они заслуживаемость распорта, они получают какие-то добавки, какие-то… И эта идеология, да, вот, чтобы они были такие светлые, чтобы они были хорошие, она распространяется на других, которые их видят, и видят их пример… Ну, на окружении, на близких, на тех, кто… Да, действует на окружение… На тех, кто рядом. Георгий Сергеевич, мне тут подсказывают, что вы автор новаторских программ некоторых соревновательных и даже особых каких-то тренировок. Об этом можете рассказать? Что это у вас такая за интересная программа? Вы знаете, вообще говоря, значит, с самого начала, когда мы начали заниматься ампутантами, практически правила для ампутантов разработали мы. Хотя они существовали, но они были несовершенны. Я, как бывший футболист, в принципе, да, все-таки знаю, что такое футбол, не понаслышке. Я увидел много всех вещей, которые мы… Эти правила совершенствовали, совершенствовали, и их узаконили только в 98-м году на нашем первом конгрессе международной организации, которую мы же создали. Он был на территории России. Сегодня он на территории США. Вот, это федерация. Но правила, которые мы создали, да, они были узаконены и действуют до сих пор. Вот. Ну, тогда называлась Международная федерация футбола ампутантов. Сегодня называется Всемирная лига ампутантов, так сказать, в общем, и находится в Штатах. Вот. Но в дальнейшем, когда мы увидели… Вот я вам сказал о новых разновидностях и новых… Есть такой хнист, понятиях, да. То есть мы решили создать совершенно новую систему. Вот на базе, я вам говорил, решения форумов. Ведь форумы проходили, говорили, что надо развивать массовый спорт. Ну да, говорят часто много, а тут до дела дошло. Массовый спорт. Но не забыли, прошу прощения, да, у кого-то, да, забыли как. А на как – это нужно время, это нужна база материальная, это нужна система какая-то, чтобы она была единой. Вот существует, скажем, футбол английский, да, существует его американский. Мы решили создать футбол русский. Я прошу прощения. Очень патриотично. Да, футбол русский. И этот футбол называется «Равные возможности». Где, представьте себе, двор. Во дворе стоят несколько площадок, две-три площадки. Между ними гимнастические снаряды, там, ну, те, которые развивают… ГТО можно на них, там, теннис настольным поиграть и так далее. Баскетбольные щиты стоят и так далее. Но площадка имеет разновидность бильярдного стола, который лежит на земле. Так, что вы видите? Размером 30 метров на 20. Ага. Это чуть больше, чем баскетбольная площадка и меньше, чем хоккейная. В виде коробки. С бортиками? С бортиками метровыми и с лузами. Ага. Бильярдный стол на земле. Так вместо кия у вас нога, вместо шаров – мячи. И мы разработали систему футбольного пятиборья. Почему? Равные возможности… То есть там несколько видов будет? Я сейчас расскажу. Значит, у футбола существует несколько разновидностей, которые на тренировках. Уже сегодня здесь даже федерация. Скажем, федерация пенальти. Да? Есть такая федерация. Федерация фристайла. Есть такая федерация футбольного. Мы объединили пять разновидностей и сделали футбольное пятиборье. Значит, инвалиды и вообще люди разные для всех когда, да? Они ведь имеют разное состояние здоровья. Ну… Кто-то не может вообще бегать. Вот. А кто-то может побегать полторы минуты, не больше. Поэтому на этой площадке играют три на три. Угу. Как в мини-баскетболе. Так. Вот. И площадка двадцать на тридцать метров. Ворота спиной друг к другу находятся в центре поля. Ворота. В центре поля. Два на три. Как мини-футбольная. Исходная зона слева, исходная справа, чертой… Это полтора метра… Ваша-наша. Да, да. Полтора метра от борта заднего. И того и с другой стороны. По свистку судьи, та команда, которая выигрывает свой свисток, она разыгрывает мяч. Каждое одно касание. Хотя бы минимум на своей площадке. И с той стороны трое. Они уже должны дойти с мячом до того исходной зоны. И только после этого атаковать ворота соперника. Ну, то есть такой аналог может лапты, что ли, да? Когда нужно выйти… Они не имеют права сразу забежать в ворота бить. Да, да. А только оттуда. И тогда получается осмысленная игра, щадящая в режим беготни, ну, передвижений. А это значит для ребят, которые инвалиды, да, независимые, здоровые инвалиды и так далее. У них развивается, особенно для детей, у которых очень сильно развивается возможность, так сказать, мыслить, как играть в этот футбол. Георгий Сергеевич, к сожалению, время у нас подходит… Нет, второй разновидность. Я сейчас закончил. А, вы хотите все перечислить? Да, да. Вторая разновидность – пенальти. Уже, может, он не умеет бегать, но пробить пенальти он может. Это мы поняли, да. Дальше – булит футбольный. Так. Ну, идет с мячом и… Да. Как хоккей – булит. Дальше – фристайл футбольный, жонглирование мячом. Это вообще очень зрелищная история. Да, зрелище. Но не больше двадцати. Причем, может, сюда двести можно набить. С чем ждать его? Двадцать – все. Потому что играть три на три. Так. И пятый вид. И пятый – футбольный бильярд. А, тот самый. Да, тот самый. Загнать в лузу. Да, загнать в лузу. Слушайте, идея классная, идея интересная. И, наверное, даже это будет не просто полезно, но и зрелищно смотреть. Конечно. И увлекательно для всех. Георгий Сергеевич, спасибо вам огромное. Впереди у нас чемпионат мира по футболу, который в этом году впервые будет проходить зимой в очень экзотической стране в Катаре. Признайтесь, будете ли смотреть и за кого переживать? Хоть чуть-чуть. Нет, я буду, конечно, смотреть. Обязательно. За кого буду переживать? Вы знаете, я сначала посмотрю первые игры. Эх, вот сразу видно подготовку. Первые игры. Посмотреть, кто как. Да. Потому что сегодня сказать, вот та команда, скажем, или другая, я, так сказать, не знаю сегодня, какой их уровень. Но хотел бы увидеть красивый футбол. Это однозначно. Спасибо вам большое. У нас в гостях был президент Федерации футбола инвалидов России Георгий Луначарский. Ну, а мы продолжаем. Спасибо. Что за неделю. Идея. Какой-то. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok